Нас всю жизнь обманывали, вся правда о молочке. Меня зовут Марина Жигульская и на этом канале мы с вами учимся восстанавливать здоровье с помощью нутрициологии. Сегодня говорим про молочные продукты, польза, вред. И конечно же, чтобы получать пользу, а не вред от ваших любимых продуктов или в принципе вообще от продуктов, обязательно досмотрите это видео до конца, а мы начинаем. Пожалуй, давайте начнем с того, что молочные продукты это не то, что ест взрослая особь, если мы берем, например, вообще любой вид живых существ. То есть только человек ест молоко во взрослом возрасте. На самом деле молоко нам нужно только до тех пор, пока у нас не появятся первые зубы. И первые зубы это как раз сигнал организма о том, что он готов к твердой пище. И до этого момента молоко питает организм, но после этого момента, к сожалению, оно уже идет во вред. Почему так происходит? Потому что пока не вылезли первые зубы, пищеварительный тракт не готов. А именно первые зубы говорят о том, что все, уже есть секреты, уже есть пищеварительные соки, организм может обрабатывать твердую пищу. И именно в этот момент снижается фермент лактаза, который перерабатывает лактозу, молочный сахар из молока. И вот когда он снижается, вот тогда молоко начинает для нашего организма быть нагрузкой, сильно большой нагрузкой для нашего пищеварительного тракта. Почему? Давайте разберем по составляющим молоко. Молоко это лактоза, молочный сахар. Молоко это казеин, это белок, который содержится в молоке. И молоко это безусловно такие понятия, как, например, инсулиноподобный фактор роста. И мало кто знает, но творожок поднимает инсулин в небеса просто. Поэтому это не тот продукт, который можно, например, съесть на ночь, потому что именно вечером наши рецепторы менее чувствительны, становятся к инсулину. И это уже получается не про здоровое питание. Так вот лактоза. Лактоза это молочный сахар, который нужен растущему организму. Это как источник глюкозы, быстрое топливо. Быстрое, понятное, доступное для нашего организма. Если она не обрабатывается ферментом лактазой, то она присоединяется к пулу простых углеводов и сахаров, которые есть в нашем организме. А когда у нас есть излишки сахара, глюкозы, фруктозы, у нас начинаются очень негативные процессы в организме. Вплоть до ожирения, атеросклероза, высокого холестерина, ну и так далее. И все это, конечно же, приводит к хроническому воспалению в организме. Поэтому не сама по себе, конечно, лактоза, но избыточный сахар будет приводить к такому состоянию в организме. Поэтому наша с вами задача, это по максимуму удалять источники излишней глюкозы из рациона. Если, например, мы сравниваем молоко и овощи, в котором есть углеводы, но в овощах есть клетчатка, например, которая питает наш микробиом, которая улучшает наш иммунитет и не приводит к воспалению. В молоке есть лактоза, как доступный источник энергии, и ничего больше. Ну, то есть клетчатки нет, организм не питается, наоборот, угнетается по всем фронтам. Дальше мы переходим к белку, и это в основном козеин. Дело все в том, что есть сейчас, конечно, молоко А1, А2, и в этом есть определенный смысл, но только я все-таки смотрю на это с точки зрения эволюционных процессов, вот как нас сделала природа. А природа предполагала, что мы не будем пить молоко во взрослом возрасте. Козеин – это белок, который достаточно трудноусвояемый для нашего организма, и организм здоровый его, конечно, переработает, и не будет никакого вреда. Но организм уже не очень здоровый, уже с истощенной иммунной системой, со слабыми слизистыми, уже имеющие воспалительные процессы, конечно, не справится с этим белком, и этот белок только усугубит состояние, и подвинет организм к хроническому воспалению. Воспаление – это окислительный процесс, и кислота всегда у нас нейтрализуется щелочью, следовательно, организму нужны щелочи, и этой щелочью будет выступать кальций. Да-да, мы не усваиваем из молочки кальций, мы, наоборот, его теряем, потому что кальций, который находится в молочке, он не биодоступен для нашего организма, и кальций вообще, в принципе, никакой не биодоступен, потому что там надо много факторов учесть, чтобы завести кальций в кость. А вот достать из кости организм вполне себе может. Вот этот миф про кальций из молочки можно развеять каким образом? Понимая, как работает организм. Дело все в том, что то, что у нас болтается в крови, это определенная константа, очень узкий диапазон PH, который организм контролирует и держит. И вот для того, чтобы удержать этот диапазон, организму нужны здесь и сейчас какие-то минералы, в частности кальций или магний, например. И 99% кальция у нас содержится в зубах и в костях, а в крови только 1%. И поэтому, когда в крови начинается жарка, воспаление какое-то, организм берет кальций из кости. И мы до 12 лет копим кальций, после 12 мы начинаем тратить кальций. И каждый раз, залазяя в ресурсы организма, мы исчерпываем их. И к 45-50 годам, как правило, у женщин это период менопаузы, мы приходим уже с очень грустным состоянием костной системы, несмотря на то, что женщина всю жизнь пила молоко. Плюсом ко всему, молоко имеет инсулиноподобный фактор роста, мало кто об этом знает, и поднимает инсулин. Отсюда тоже целый пул всяких патологий, заболеваний, потому что там запускается просто несметное количество всяких ненужных для организма состояний. И еще один момент. В молоке есть факторы роста. Когда теленку надо вырасти, например, с 30 кг за год до 300, то он делает это благодаря этим факторам роста. Мне не надо вырастать так сильно. Это стимуляторы для нашего организма. Здесь надо понимать, что модуляторы, например, витамин С, они модулируют наш организм, они его строят. А стимуляторы, например, вот эхиноцея или факторы роста из молока, они стимулируют наш организм, и они могут настимулировать что-то еще. Именно поэтому молоко не должно быть постоянным спутником в вашем рационе, а эхиноцею нельзя пить более чем 7 дней. На мой взгляд, лучше полностью убрать молочные продукты из рациона за исключением сливочного масла или масла ГХИ. Если мы говорим про сливочное масло, то жирность должна быть 82,5%. Собственно, вот именно за жирность молоко можно в разряд полезных продуктов перенести. Только жирность и аминокислотный состав. Если мы говорим про аминокислотный состав, то можно, конечно, заморочиться и выбирать молоко, либо, например, козье овечье, либо молоко А1-А2, так называемое. И вот у них разница только в цепочке аминокислот. 67-й аминокислотой в обычном коровьем молоке или молоке А1, которое нам не нужно, выступает гистидин, а в молоке козьем, в молоке А2 выступает пралин. И это молоко лучше усваивается, перерабатывается и не приводит к воспалению. И вот смотрите, я говорю о том, что молочку можно реабилитировать и поставить в разряд полезных продуктов за жирность, именно за жиры. А что делает маркетинг с нами? Они обезжиривают молочку и представляют нам ее как полноценный, полезный продукт, улучшающий наше здоровье. И еще такой момент, обозначения вот эти А1 и А2 сейчас есть прямо на упаковках. И можно просто, если вы, например, полностью не можете отказаться от молока и добавляете его в кофе, хотя здесь тоже есть альтернатива, но тем не менее можно заморочиться и поискать на упаковках вот эти вот аббревиатуры А1 и А2. Сейчас есть такие производители, которые пишут об этом. Либо все-таки выбирать альтернативу. Альтернативой может выступать, например, кокосовое молоко, миндальное молоко, фундучное молоко. Это не молоко, конечно, его просто за цвет называют молоком. Но это растительный концентрат, который на самом деле не имеет всех тех минусов, которые имеют коровье молоко, но имеет плюсы, например, растительные. Там тоже аминокислоты, там тоже жиры, и это очень вкусно. И, конечно, вы можете мне возразить, что ну как вот ты такое говоришь? У меня вот есть знакомая, которая там фитнес-бикини вся такая из себя, занимается спортом, отлично выглядит, вообще никаких проблем со здоровьем не имеет, при этом она ест молочные продукты, при этом она ест там спортпит в качестве, ну казеин, вернее, в качестве спортпита, и хорошо, отлично себя чувствует. И я вам отвечу на это, что да, вполне возможно, потому что у нас разные организмы, мы рождаемся с разным запасом прочности, с разными генетическими обусловленностями, и вполне возможно, что кто-то из нас будет достаточно долго иметь в рационе молоко и не страдать какими-то заболеваниями. А кому-то не так повезло, и у кого-то хронические воспаления, хронические заболевания будут вспыхивать только из-за того, что в рационе есть молоко. И это все заболевания слизистых оболочек, воспаления слизистых оболочек, которые заканчиваются на ИТ, гастрит, фаренгит, ларингит, отит, стоматит и так далее. Попробуйте убрать из рациона молочные продукты, и вы увидите, что эти болезни вам не придется больше лечить. И надо помнить еще о таком моменте, что когда вам что-то вещают со странички Инстаграма, если особенно человек что-то продает, и это фитнес-тренер, это, ну то есть вот косметологи, например, часто, да, вы не видите, что там на самом деле происходит в организме, вы не видите, что у человека, например, эндометриоз уже разросся, или у него, например, фиброзно-кистозная мастопатия, вы этого не видите. Вы видите только красивую картинку, потому что, ну только так можно что-то продавать и говорить о том, что это есть польза. И еще один момент. Когда вы видите, например, фитнес-тренера, который продает вам свои тренировки, вы не видите, как он ходит в больницу и лечит свой эндометриоз. Он вам покажет только красивую сторону своей жизни, ту правильную, хорошую, а на самом деле у всех у нас есть вот эти генетические обусловленности, которые так или иначе запускаются именно от того, что мы едим. И вполне возможно, что при хорошей фигуре человек может иметь инсулино-резистентность и все вытекающие. И еще один из вопросов, которые мне часто задают, это, а как же йогурт? На самом деле йогурт это хороший, полезный ферментированный продукт, но когда в него не добавляют сахар? И там действительно уже переработана лактоза, частично ферментирована, и она уже не страшна. И там на самом деле есть, конечно, казеин, который подсветит воспаление в организме, если оно уже есть, но все равно не так много. Но у любого продукта есть польза и вред. И вот когда мы говорим про молочные продукты, ферментированные в виде, например, йогурта, то, конечно, есть польза в этом продукте, но также есть и вред. И надо смотреть, в какой организм мы даем этот йогурт. Из молочных продуктов единственный хороший продукт, который всегда должен оставаться в рационе, буквально на ежедневной основе, это сливочное масло жирностью 82,5%, не ниже. Потому что сливочное масло содержит очень много нужных нам веществ, но мало того, именно из сливочного масла строятся, это насыщенные жиры, строятся наши стероидные гормоны. И поэтому, если у нас не хватает сырья для производства гормонов, никакими лекарствами и дополнительно введенными гормонами, конечно, мы это не вылечим. А помимо этого, сливочное масло имеет еще бутерат. Это такое сырье, питание для нашего микробиома. То есть, как такой мягкий матрасик для нашего микробиома. Напишите, пожалуйста, мне в комментариях, как вы относитесь к молочным продуктам, есть ли они в вашем рационе, любите ли вы их, и в каких количествах вы их употребляете. И как нутрициолог, на основании всей той информации, которую я вам сказала, и на основании того, что я вижу по своим клиентам, я вижу, что в молочке больше минусов, чем плюсов. И если мы ограничиваем ее в своем рационе, мы получаем очень хорошие результаты, когда восстанавливаем здоровье. Если у вас все в порядке со здоровьем, то тогда вопрос времени. Если вы будете постоянно напрягать свой организм, и он будет перерабатывать у вас те продукты, которые тяжелы для переработки, то вопрос только времени, как долго вы останетесь здоровыми. Поэтому тем, кто вполне себе переносит молочку, пока, тоже предлагаю задумываться и ограничить ее в рационе. По факту мы приходим к тому, что молочные продукты не укрепляют нашу костную ткань, а наоборот разрушают. Как это проверить? Каждый из вас можете пойти и сдать анализ денситометрия. Вы будете очень сильно удивлены, несмотря на то, что в вашем рационе есть молоко, и, возможно, даже препараты кальция вы принимаете, а костная ткань оставляет желать лучшего. Потому что костная ткань – это тоже живой организм, это живая среда, в которой живет не только кальций. И для того, чтобы кальций туда завести, надо еще сильно постараться, и надо сопроводить этот кальций кофакторами, и учесть несколько моментов, которые будут обогащать вашу костную ткань, а не разрушать ее. Это, к сожалению, зависит не от употребления молока. Поэтому я и рассказываю это все для вас, потому что хочется, чтобы люди просто оставались дольше здоровыми, сохраняли свое здоровье, потому что, когда человек здоров, вот тогда он может быть по-настоящему счастлив. И чтобы иметь такое состояние здоровья и не мучиться там газообразованием, вздутием, сыпью какой-то, я очень много рассказываю в своем телеграм-канале, что можно ложить себе в рот, а что нельзя. Поэтому переходите по ссылке в описании на мой телеграм-канал, и пользуйтесь на здоровье теми знаниями, которые вы там найдете для того, чтобы оставаться здоровым и счастливым. Продолжение следует...